РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Приветствуем всех! На Авторадио самое душевное из всех спортивных и самое спортивное среди всех душевных программ «Мама знает все» ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Добрый день, это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Мы вновь предлагаем вам поговорить о тех уникальных людях, которые привлекают внимание прессы всей страны, а то и мира, о тех, которые влюбляют в себя миллионы болельщиков, заставляют переживать, спорить, отчаиваться в моменты неудач и быть счастливыми с их победами. Наши парни из сборной России по футболу. Те, что играют за нас. Разговор пойдет о них, но не с ними. У нас есть замечательная возможность попасть практически в семью и пообщаться с самым дорогим, все знающим и все понимающим человеком в жизни. С мамой-чемпионом. Сегодня наша программа в Красноярске. В гостях у мамы российского футболиста Федора Кудряшова Альфии Рафхатовны Кудряшовой. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день, да, здравствуйте! Федор Кудряшов, заслуженный мастер спорта России, защитник национальной сборной и в минувшем сезоне игрок турецкого клуба Анталия Спорт. За свою карьеру четырежды становился серебряным призером чемпионата России, серебряный призер чемпионата Турции. Четырежды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России, участник чемпионата мира 2018 и самый актуальный участник стартовавшего чемпионата Европы. Европы, да, все началось. Альфия Рафхатовна, спасибо вам огромное, что вы согласились принять участие в нашей программе в такие волнительные дни, в такой напряженный период. Скажите, вы вот со своим опытом научились спокойно болеть за сына? Вот чтобы без замирания сердца, чтобы без скачков давления? Относительно, наверное, потому что... Работаете над собой, да? Да, 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 потому что все равно волнение всегда присутствует, когда видишь сына, но от него заражаешься спокойствием, потому что он уже научился справляться со своим волнением, ну, на все, наверное, на 100%. Но я надеюсь, что я тоже справляюсь достаточно хорошо. Немного такой провокационный вопрос. Скажите, что для вас важнее? Как первенство сложится в целом для сборной или как его проведет конкретно ваш любимый сын? Вы знаете, это, наверное, трудно очень отделить одно от другого, потому что мой сын, он член сборной. Поэтому, конечно, важно и успехи самой сборной, ну и вклад сына, безусловно, он тоже имеет значение. А чемпионат где будете смотреть? По телевизору? Нет желания рвануть на следующий матч России? Буду смотреть на месте, никуда не еду. Если какая-то возможность предоставится, не откажусь. А вообще как смотрите? Вживую или потом в записи, чтобы, знаете, не переживать? Все уже острые моменты знаете, знаете, как все прошло? Нет, я смотрю всегда вживую. Я не пропускаю практически ни одного матча, ни в турецком чемпионате, ни в российском, там, где играет сын. Это лишняя возможность увидеться с ним. Увидеться с родными? Да. А за турецким чемпионатом как вы следили? О, слежу по телефону. Мне дочь присылает ссылки всегда на эти матчи. И я практически всегда смотрю. Держите руку на пульсе. Самый главный спортивный футбольный болельщик. Да, да, да. Я смотрю. Это бывает всегда очень поздно. Чаще всего по разнице времени. Но я всегда смотрю. И это очень редкий случай, когда, может быть, что-то происходит со связью. А так я всегда в курсе. Правда ли, что однажды Федор попросил вас не приходить на его матчи на стадион? Действительно было. В начале его, можно сказать, карьеры. Это еще начиналось в Братске, когда он еще не уехал в Москву, в Спартак. Но вот так вот получалось, что как только я приходила на стадион, а я не всегда ходила на стадион, и обязательно вот эти игры он получал травму. В общем, я не могла с собой справиться. И он, наверное, тоже чувствовал, что я переживаю. Но время прошло, я над собой работала, научилась справляться с этим. Понимала, что нельзя смотреть со страхом, надо смотреть с интересом на футбольное поле. Поэтому сейчас я смотрю все. Какой самый драматичный был эпизод с этим связанный? Ну, вот этот эпизод, когда ему сломали нос. Тогда его показали крупным планом. А там же чуть ли не открытый перелом. Да, у него был открытый перелом. Там носа практически не было, ему потом собирали. Вот этот эпизод, он, конечно, очень сильно на меня подействовал. Мне кажется, не только я переживала. Отец тоже очень на это среагировал. Травмы, конечно, это то, с чем, наверное, сам футболист должен научиться справляться. Но и родные переживают как-то особенно. Любая травма, она рождает страх. А страх – это все то, что мешает нам жить во всех проявлениях. Я помню, после очередной какой-то травмы, приехала в Москву, и мы с сыном разговаривали. Я ему говорю, Федор, ну ты как-то осторожнее играй. Он так на меня посмотрел. Вот этот взгляд его, я до сих пор его помню. Он так и снисходительно, и иронично. Он сказал, мама, как ты себе это представляешь? Я отойду и скажу, прибегайте, пожалуйста. Так, добро пожаловать, вот наши ворота, да, в вашем распоряжении. Да, и вот я на всю жизнь-то запомнила, и с тех пор я поняла, что неправильно говорю. Нельзя, надо просто вопрос этот сохранить здесь. Слушай, ну он какой-то просто еще невероятно терпеливый, выносливый и упертый. Да, вот при первой же малейшей возможности вернуться к тренировкам, он делает. Упрямство у него с детства – это черта его характера. В хорошем смысле этого слова. Я считаю, что во многом это то, что помогло ему стать таким, какой он есть сейчас. Смотрите, сейчас не для Федора, а сейчас для общественности. Характер вашего сына, какая определяющая черта в нем? Он человек надежный, порядочный. Мне хочется верить, по крайней мере, я не могу не привести такие примеры, чтобы он там хамил, с каким-то цинизмом относился к окружающим, чтобы он был жесток. Вы это как-то специально воспитывали или это вот… Я не буду обманывать, ничего мы специально не воспитывали. Он просто рос, и мы пытались создать условия для детей такие, которые помогали им, по крайней мере, как-то себя раскрывать. Может быть, здесь пример взаимоотношений наших. Ну, в любом случае, был и образец ваших примеров, и образец того, как ваше общение с другими людьми. Плюс, я еще так понимаю, достаточно много с ним поработал первый тренер, Валерий Михайлович, подборный. Да, и вот с ним как с пацаном, как с мальчишкой, вот с этим вот характером, с его становлением тоже, видимо, он какой-то такой… Валерий Михайлович, конечно, он многое сделал. Он такая личность выдержанная, спокойная, без каких-то лишних слов. Ну, наверное, те, кто работает с детьми в спорте, наверное, это тоже такая черта, не разбрасываться, да. И очень трудно со слов Федора было каких-то там похвал добиться, но и Федор никогда, собственно, их и не ждал. Поэтому похвала, если когда-то оно случалось, это было наградо. Тоже такая похвала была. Да, это награда. Слушай, давайте мы, кстати, на коль в программе прозвучало имя Валерия Михайловича Подгорного. Было бы, наверное, несправедливо сейчас обойти эту персону, эту фигуру стороной. Поэтому давайте поговорим с первым тренером Федором Кудряшовым, с Валерием Михайловичем Подгорным. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответите, как нам приходится встречаться. В эфире. В эфире «Федеральный радиостанк» специально для вас организовали, чтобы вы уже в конце концов встретились. Долго вы уже не разговаривали, не общались? Долго. Довольно долго. Валерий Михайлович, вот понятно, что вокруг вас очень много мальчишек, и всех не запомнить. Но, может быть, вы помните тот день, когда вы впервые встретили Федора? Да, конечно, это я помню. Осень была, 1997 год. 96-й. Да, и вот его папа привел на тренировку в Сибирь, у нас спортивный зал в Сибирь. Он такой, в общем-то, довольно пухленький был, не такой уж худенький. Ну, пухленький такой, но высокий, высокий. И самое главное, глаза такие у него были думчивые, умные. Так его и запомнил вот в таком образе. Но он пришел достаточно поздно, по любым меркам. 9 лет для мальчишки – это много, наверное? Нет, это немного. В начальной подготовке вот по всем принципам должен быть человек развиваться. Общефизически там, координационные вот эти моменты все. Укреплять здоровье. А потом уже выбирать специализацию. А если не возрастом, то как он выделялся среди других? Кроме того, что был пухленький и высокий? Ну, не совсем уж такой пухленький. Ну, все же, снова сказано, мы же прицепились. Бочонок. Нет, не бочонок. Ну, просто щечки такие надутые, такие небольшие у него были. Ну, такой вот он. Губки такие пухленькие были. А он выделялся прежде всего вдумчивостью и быстротой принятия решений. То есть с маленьких лет он довольно быстро соображал и принимал быстрые решения, довольно правильные. Плюс хорошо играет обеими ногами. Нет, он играл только левой. Только левой он играл. Я говорю, Сеня, ты что, левоногий, что ли, когда так начали поближе беседовать? Он говорит, нет, я правоногий, но ногу ломал и начал вот левой ногой все время. Но потом потихоньку он начал и правой. Альфия Рафхаттин, а вот вы знаете, Федор как-то говорил в одном из интервью, что он постоянно до сих пор спорит с Валерием Михайловичем. Вы никогда не были свидетельницей их споров каких-то? Нет, я не была. Какие споры у вас до сих пор? Что это за футбол, за игру или в целом? В основном только за игру. Я ему говорил, что нужно вот сюда лучше отскочить, вот в эту зону подстраховать. А он говорит, да нет, если я все буду отскакивать, я не успею туда. Ну, в таком плане, чисто в футбольном. Что из себя представляло тогда футбол в Иркутской области? В прошлом году из ПФЛ «Зенит Иркутск» из-за плохого финансового состояния вышел. А тогда как было? Еще, наверное, хуже? Еще, наверное, хуже. Тогда же, понимаете, вот эти 90, я помню, ни обуви не было, ничего там. Я помню еще, был такой момент, что зарплату не давали там полтора года, потом раз мне дали. Я думаю, что же делать, что же делать? А мы на область играли. Я взял и купил 8 пар бутсов. Ну, ты не дал там еще. И потом жена как узнала, вот дома-то было. Прямо с языка сняли вопрос. Я думаю, как, наверное, жена-то ваша обрадовалась и поддержала, чтобы правильно вложили деньги, конечно. Я только вспоминала, Валерий Михайлович, что у нас это главная была проблема с обувью. Тогда в кеды хотя бы кеды достать-то было как. И то, а уж про бутсы-то-то вообще... Спасибо вам, Валерий Михайлович. Всегда с большой благодарностью вас вспоминаю. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, друзья. Действительно, прекрасный человек был в эфире. Первый тренер Федора Кудряшова Валерий Михайлович Подгорный. Человек, который и сейчас работает с мальчишками, и сейчас воспитывает будущих футболистов. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо. Мама знает все. Получается, он еще не мог толком следить за мировым футболом. Он с папой в кинотеатр ходил, чтобы посмотреть, как играют англичане. Да, но трансляции они смотрели. Рядом у нас там кинотеатр был, кинотеатр Эра. После того, как он уже начал играть, первую зарплату, он тогда тарелку купил, установили. И у нас появилась возможность, у них, вернее, появилась возможность смотреть футбол уже дома. Про это, про все вообще надо отдельный фильм снимать. Через лес на тренировку, на английский футбол в кинотеатр. Из семьи кандидатов наук в футболисты. В общем-то, это все кадры из жизни игрока сборной России Федора Кудряшова. И это только завязка. Мы продолжим через несколько минут. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Мама знает все. Это программа, созданная по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Наша команда сегодня в Красноярске. В гостях у мамы футболиста сборной России Федора Кудряшова. Альфия Равхатовна Кудряшовой. Альфия Равхатовна, вот с детства ваш сын пропитан футболом, игрой, постоянными тренировками. Но вроде бы это было действительно не сильно в ущерб учебе. То есть в целом как-то он успевал, да? Нет, это не мешало. И вообще, мне кажется, он с этим справлялся. Ну, нельзя сказать, что он прямо там был суперученик. Но добротное отношение к учебе у него присутствовало. Говорят, что в лицее, в котором училась Федора, сейчас есть специальный красный уголок, посвященный Федору Кудряшову, да? Да, есть. Было бы несправедливо обойти вниманием тот самый мини-музей в Братске. Поэтому сейчас позвоним бывшему директору лицея Игорю Юрьевичу Алёкминскому. Игорь Юрьевич. Я? Игорь Юрьевич, здравствуйте. Рада вас слышать. Вы же футбольный болельщик. Вы уже приготовились смотреть Евро? Ну, конечно. Сто процентов вы за Федором следите. Ну, естественно. У меня в кабинете полтора года тому назад назначен был возглавить управление образованием. И я из кабинета директора лицея перенес первым делом мяч, который мне Федя подписал. Автограф. И вот он у меня в кабинете на полочке лежит. Игорь Юрьевич, мы знаем, что в школе, в лицее есть целый мини-музей, такой красный уголок, где много всего про Федора. Расскажите нам, что ты заметил такое. Ну, я грешен. Мяч-то я именно оттуда забрал с собой. Уходя, прихватил все самое дорогое. Да, да, да. Ну, я считаю, что отдав лицею 17 лет в качестве руководителя, ну, я вот на такой вот, скажем, хороший поступок все-таки решился. Но там остались буклеты, которые мне от Федора Васильевича передал, где сборная информация, где его портрет. Страна должна знать своих героев, ну, и лицеисты, они должны понимать, что если они будут работать так же упорно, то и нет ничего невозможного, и они могут стать лучшими в стране. Поэтому это такой очень важный. Питательные моменты есть такое дело в лицее. Спасибо большое. Я благодарю вас. У нас в эфире был бывший директор лицея, лицея, в котором учился Федор Кудряшов, Игорь Юрьевич Олегминский. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо, Игорь. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Мама знает все. Ну, а у нас продолжается урок географии. Мы все пытаемся сориентироваться на местности, представить, как весело. С ветерком в 90-е годы детская команда Федя Кудряшова ездила на соревнования из Братска в Иркутск. Это 600 километров в один конец. На пазике. Дорога занимала сколько, Альфия Рафхатна? Ну, 600, мне кажется, больше. Меньше? Больше? Мне кажется, больше. Что, в 12 они ездили? Ну, да, 11 вообще, по-моему, тогда. В один конец? Если автобус, да, шел. Ну, на автобусе, на пазике-то, наверное, да. История с макаронами по-флотски тогда была? Ну, вот тогда поехали они на соревнования, и Валерий Михайлович взял с собой макароны, которыми они питались, пока находились в этой поездке. Когда он вернулся, он сказал, что мама, никогда больше не вари макароны. Он, видимо, их наелся. На завтрак, на обед и на ужин. Ну, тогда, да, проблема была с питанием, ну, и средства были ограничены. После Валерия Михайловича Подгорного, после вот первых шагов, после первой детско-юношеской спортивной школы, что дальше было, как дальше, какие были шаги, куда он уже переходил? Пока учился в школе, он играл в братские, в молодежной команде «Сибиряка». Он был в сборной, в молодежной сборной «Сибири», вот где как раз и его селекционеры «Спартака» увидели. Тогда его замечает Сергей Шавло, да, селекционера московского «Спартака». Позвонил тогда и сказал, что Федора приглашают на просмотр. Начались уже ваши какие-то такие тревожные думы, что вот, наверное, скоро сын уедет из дома. Ну, вы знаете, когда вот он сказал о том, что его приглашают в «Спартак», для меня это было неожиданно. Ну, как любая мать, конечно, хочется, чтобы дети были недалеко. Вот здесь под крылышком где-то рядышком. И я как-то вот оказалась к этому морально не готова. Допуская, что отец, конечно, наверное, внашивал эту мысль, что тут еще и в «Спартак». В «Спартак». Представьте, это же такое было. И отец болельщик, и имя, и клуб такой знаменитый. Был момент, что я не рассматривала вот эту карьеру Федора как что-то серьезное. Вот вы знаете, он занимался, занимался, и я не думала о том, что когда-то придет время, и так быстро он закончит школу и сразу уедет из дома. Поэтому у меня была паника. Паника? Да. Не скажу, что я его... Я его не отговаривала, никак это на нем не сказалось. Это было ваше личное? Да, это было личное, и мы это обговорили только с мужем. Я ему выговорила как-то, может быть, резко по этому поводу, как он там будет, вообще, как это так, сразу уезжает. Но, с другой стороны, нормальная практика была в то время. Огромное количество детей вот именно в этом возрасте уезжали из родного города, уезжали куда-то учиться, в университеты. Тем более, ну, он вроде бы парень. И все равно, да? Ну, вы знаете, просто вот может быть... Я вот сейчас тоже анализирую, почему вот у меня такая была реакция. Может быть, я тогда не рассматривала спорт как какую-то профессию. А что вы думали? Какую бы вы профессию тогда ему давали? Ну, тогда, мне казалось, нужно было получать экономическую специальность. Но вы Федору конкретно о своей панике не говорили? Нет. Это была ваша личная паника и объяснение с мужем? Да, возможно, он об этом вообще узнает впервые из этого интервью. Я никогда ему об этом не говорила. Для меня это был такой тяжелый момент. Выдержка какая у вас хорошая? Ну, это сейчас кажется, что выдержка тогда, наверное, была не очень хорошая. Слезы? Нет, я не плакала. Вы ругались? Нет. Ну, даже не ругала, просто выговорила, может быть, в такой резкой форме, что это такое, да? Ну, потому что Василий Васильевич вообще виноват. Он бы этот футбол в жизнь притащил. Ну, да, наверное, первая реакция такая была. Ну, несправедливо, конечно. Я сейчас понимаю, что это несправедливо было, такие упреки. Потому что Федор к этому шел. Вот. И надо было просто это принять. И нужно было к этому как-то ментально подготовиться, да? Морально подготовиться. Вот. Но я к этому оказалась не готова, к такому быстрому расставанию. Но, слава богу. Все хорошо. Не закончилось это тем, что я как-то там активно начала препятствовать. Нет. Этого не было. Поэтому прошло время. Конечно, я поняла, что для него это имеет значение. Наверное, нужно принимать то, что для детей значимо. Вот. Нельзя этому препятствовать. Потому что все идет, как идет, как должно было идти. В лечении переросло нечто большее, что определило его дальнейшую жизнь. Но сейчас, я надеюсь, мы получим еще большую объективную информацию про детские годы, Феде. И эта информация уже с другой стороны будет. Со стороны пацанов, которые росли вместе с ним. У нас в программе «Друг детства». Тоже футболист, ныне генеральный директор и главный тренер ФК «Заря» города Братска Рустам Мурашов. Здравствуйте. Рустам. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Как рада слышать. Здравствуйте. Прямо вот неожиданная возможность. Наверное, самое главное, о чем мы хотели, чтобы вы рассказали, это, конечно же, про вашу совместную идею создать детский клуб. Это вот совместный проект ваш с Федором. Расскажите поподробнее. В 2015 году Федор проводил турнир в городе Братске, и мы с ним увиделись. Мы долгое время до этой встречи не виделись, лет 12, может быть. Мы снимали ролик, выходил во двор играть в футбол. Я Федора попросил, ну или как бы между словом сказал, неплохо было бы открыть клуб. Федор говорит, а у меня тоже такая идея. Ну и все, и мы, в общем, загорелись этим. И в 2016-м наш клуб появился. В настоящий момент я нахожусь на соревнованиях на всероссийских в Сочи. Федор, клуб поддерживает, всегда помогает и, в общем, отзывается на любые наши просьбы. Не знаю, как сказать, на необходимости. В течение пяти лет постоянно он участвует в этом проекте. И в настоящий момент у нас в клубе занимает 180 детей. Молодец, Рустам, молодец. Сейчас шесть брачан выехало. В Сочи мы объединились с поселком Усть-Орда, поселок Байндай. Вот, и это у нас уже третья поездка. Мы всегда мечтали выезжать в западные города России. Это наша мечта маленькая осуществилась. Для того, чтобы наши дети из Братска смогли конкурировать и радоваться этим праздникам, которые создаются людьми. Рустам, если позволите, я процитирую вас же из ваших социальных сетей. Просто очень трогательный отрывок. Если я не ошибаюсь, вы это размещали во время чемпионата мира. Наш Федор Кудряшов, футболист, который прошел путь с хоккейной коробки во дворе до национальной сборной команды России. Во дворе закаляется характер. В секции и в играх с мужиками он затачивается, а уже проявляешь в матчах, которые запоминаются на всю жизнь. Детский спортивный клуб «Заря» Федора Кудряшова и город Братск вместе с тобой, Федор. Такие слова поддержки. Мама кивает головой, Альфея Рафхаттин. Рустам, спасибо вам большое за участие, за слова и за то чувство, которое вы действительно смогли передать в нашем эфире. И удачи. Да, и вам спасибо большое. Во всех начинаниях, Рустам, тебе. Ты молодец. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Генеральный директор, главный тренер футбольного клуба «Заря» города Братск Рустам Мурашов был у нас в эфире. Счастливо. Мама знает все. Вот 180 человек, это же большое дело. Их надо и тренировки, и все, и договориться. Ну, естественно, что это не сделаешь на общественном энтузиазме. Требует денег. Даже поехать. Да, конечно. Вот он в Сочи их возит. Каждый этот... Хорошо у него скооперировались с Остердой. Вот хорошее, конечно, дело. Альфия Рафхатвина, мы с вами закончили наш разговор на том, что Федор становится спартаковцем. Начинается у него большой путь в стане красно-белых. Он, по-моему, 7 лет, да, потом проведет, как у нас выйдет. Это большие его спортивные награды. Папа был на седьмом небе счастья. Ведь мечта... Ну, конечно, он был доволен. Его мечта реализовалась вот таким образом. Мне кажется, он вместе с сыном к этому шел. А правда ли, что даже имя сына получил в честь знаменитого спартаковца Федора Черенкова? Нет. Потому что Федора назвали в честь деда. Официальная версия в честь деда. Где-то внутри, в глубине души у папы, в честь Федора Черенкова. Может быть, в глубине души у папы совпало это. Вы называли дочек. Кстати, о ней. Нелли, правильно? Она старшая. Нелли старшая. 5 лет у них разница. Она чем занимается? Ну, она в настоящее время проживает в Турции. Она занимается воспитанием дочки. Дочки. Вот, да. Ну, и немного мужу помогает. Слушайте, ну, то есть, получается, в последние годы, с того момента, как Федор стал играть в Турции, дети соединились, да? И у них появилась возможность рядом жить, больше общаться? Да. Это просто очень замечательно. Я этому обстоятельству, наверное, была в самую первую очередь рада. Слушайте, ну, вообще, насколько непредсказуема человеческая судьба. Вот могли ли вы, учительницы из Бодайбинского района, предполагать, да, что ваши дети будут жить в чужом государстве, что дочке муж будет иностранец, а ваш сын, который, собственно говоря, родился в маленьком поселке, будет защищать честь страны на чемпионатах мира, чемпионатах Европы? Ну, вообще же, да, казалось бы. Конечно, конечно, все в этой жизни возможно. У вас двое замечательных внуков от Федора и Насти, Милана и Никита, да, я не путаю, видитесь, наверное, редко с ними, да? У меня еще внучка в Турции есть, поэтому я стараюсь при каждом возможном случае с ними видеться. Конечно, для меня это имеет очень большое значение. А внук Никиты начал заниматься футболом. По стопам папы поедешь? Ну, он понемножку занимается, пока они были в Казани, он даже в школу футбольную там посещал. Но я хочу сказать, что Федор, он как бы не ставит перед собой такой задачи. Для него главное здоровье, чтобы дети были здоровы. Время покажет, кем он будет. Вот сейчас он закончил первый класс. Ну, вот он очень похож на Федора, на маленького. Я вот на него смотрю и... Тоже бочонок? Нет. Нет, он тоже такой достаточно подвижный, такой веселый, драф у него такой. Что касается Никиты, идти по папиной дорожке, это непросто. Это постоянный труд, бешеные тренировки, немало стресса при переходе из команды в команду. Нет времени подробно это обсуждать, просто перечислю клубы, в которых в разное время играл Федор Кудряшов. Значит, сначала с 2005 по 2012 годы Спартак, потом Химки, Томь, Краснодар, Терек три года, Ростов, Рубин, затем Турецкий Истанбул, потом вернулся в Россию, вот в футбольный клуб в Сочи, вновь в Турции, Анталия Спор. Но самым главным всегда для себя считал и считает работу в сборной России. Мы прервемся на пару-тройку минут, а потом продолжим разговор про Федора Кудряшова с его мамой. Закончив сезон в турецкой команде, Федор Кудряшов нашел очень теплые слова для самых близких людей и выложил у себя в социальных сетях следующее, цитирую. «Спасибо за этот сезон. Моей семье – за терпение и бесконечную любовь. Моей команде и клубу – за профессиональную и внимательную работу. Всем болельщикам по всей стране и миру, особенно в России, за невероятную поддержку». Эта программа «Мама знает все» – проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Ведущий Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. И самый главный человек здесь – мама Федора Кудряшова. Альфия Рафхатвина, вот только что процитированные слова вашего сына характеризуют его как внимательного и чуткого человека. Вот это на самом деле так или это картинка для соцсетей, для имиджа? Это на самом деле так. Он вообще человек благодарный. А вы знаете, что Артем Дзюба в одном из интервью, отвечая на вопрос, кто из игроков сборной России мог бы стать моделью, сказал, что Федя Кудряшов по-любому, потому что он губастик. Я цитирую. Но я думаю, что моделью он мог бы стать, наверное. Но что, губастик, губастик, он очень даже симпатичный. А никто не спорит. Соболев, например, вообще ответил, что Федор Кудряшов мог бы быть и актером. Я бы не сказала, что у него какие-то актерские такие данные есть. Но скорее просто яркая внешность. Да, просто яркая внешность. Надо отдать должное жене. Она все-таки формирует его стиль. Потому что я скажу, что в детстве он как-то на этом сильно не заморачивался. Подростком когда был. А вот сейчас есть определенный стиль, определенное видение. Желание выглядеть опять-таки. Что в этом заслуга жены. Но Федор не только над внешним видом работает. Он сейчас поменял еще и систему питания. Отказался от мяса. Да? Ну, есть, да. И от сахара, от сладкого, который очень даже любил. Он всегда следил за питанием, Федор. Еще и до этого, с самого начала. Было время, когда он был в Спартаке, и их за это даже... Штрафовали? Штрафовали. Завершили карпани как раз. Для него важно, что он чувствует себя хорошо. И вес держит до сих пор, как завещал бывший главный тренер Спартака Валерий Карпин. Давайте узнаем, какие еще наставления давал Валерий Георгиевич вашему сыну. Он у нас на связи. Здравствуйте. Очень рада возможности вас услышать. Валерий Георгиевич, вы знаете, Федор Кудыршов как-то заявил, что вы научили его следить за собой. Ну, там он что-то вернулся с большим лишним весом, Спартак, из аренды. Что значит следить за собой по-карпински? Следить за собой надо не только спортсмены, футболисты, в принципе, любого человека. Но я думаю, футболисту у Спартака завышенные требования в этом отношении. К любому футболисту, не Спартака конкретно, а к любому футболисту требования не завышенные, а требования профессиональные. То есть лишний вес у футболиста, у спортсмена, в принципе, быть не может, потому что... Представьте себе, если повесить на него ремень, пояс, с тремя-четырьмя килограммами лишнего веса, посмотрите, как он будет бегать. Ну, так вот, соответственно, эти футболисты, которые, не следя за собой, каждую тренировку, каждую игру, бегают с четырьмя-четырьмя килограммами лишнего веса. Другое дело, что он распределен по всему телу, и они думают, что это нормально. А по вашей версии, лишнее, это начинается с трех-четырех или уже с килограмма? Для профессионального футболиста с килограмма, конечно. А представьте себе, когда 4-5. А у Федора что было? И Федор, по-моему, пришел после Химок, если мне не изменяет память, у него был вес, по-моему, 83, по-моему, так как-то. И, в конце концов, где-то через полгода у него был нормальный вес для него 77 килограмм или 6 килограмм. Хотя, опять же, не его это вина была, а беда, что ему про это, в принципе, никто, по-моему, как он сам говорил, никто ему до этого не говорил, какой у него вес должен быть. Скажите, вот Федор раскрылся достаточно поздно у Черчесова в Ахмате. И именно Черчесов вызвал его в сборную, и на чемпионат мира его позвал, и на евро. А что именно, на ваш взгляд, помогло раскрыться, кроме тренерского давления? Ну, это была каждодневная, постоянная работа над самим собой, с командой. И это, в конце концов, дает свои плоды. Вернее, так скажем так, может дать свои плоды. Валерий Георгиевич, смотрите, у нас программа называется «Мама знает все», и главная героиня всегда в программе это именно мама игрока, как я уже сказала в данный момент, это Альфия Рафхатовна. Что бы вы могли посоветовать, что ли, мамам начинающих футболистов, да и самим начинающим футболистам для достижения успеха, для того, чтобы действительно добиться всех целей, о которых они мечтают? Маму посоветовать поддерживать всегда своих детей. В принципе, ну и мне, моя мама, естественно, тоже меня поддерживала во всем и помогала, так скажем, как могла. Что бы ни случалось, как бы тяжело не было, с одной стороны. И с другой стороны, не напрягать. Если там кому-то кажется, что ее сын или ее дочь лучше, и она должна уже участвовать больше или быть на первом месте, на втором. Я думаю, что это давление тоже детям, прежде всего детям тоже не нужно. Хотя родители думают, что они этим помогают. Все должно идти своим чередом. А родителям, если только поддерживать в этом. Это действительно так. И здесь поспорить трудно. Спасибо вам огромное. Валерий Карпин был у нас в программе. Экс-главный тренер Спартакана, неглавный тренер Ростова. Валерий, всего доброго. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. 16 лет назад новоиспеченный Спартаковец Федор Кудряшов довольно тяжело, по его собственному признанию, привыкал к Москве. А вот такой момент. Он где первое время жил в Москве? Снимал, да? Он жил на базе сначала. Вот снимать он стал уже попозже. А когда появилось уже свое жилье в Москве? Когда родилась дочка в 2009 году. То есть где-то 4-5 лет он уже в Спартаке к этому моменту уже был, получается? Да. Когда вообще все поменялось, и уже не вы думали, как собирать сыну денег, а он начал вам помогать? Да он, в общем-то, практически сразу, как стал зарабатывать какие-то денежки, какие-то подарки делал. Вот тогда вот эту тарелку телевизионную делал, мебель какую-то обновил дома. Ну вот для меня лично самое запоминающееся, когда он мне помогает встретиться с внуком. Ну, я знаю, что в любой момент, если мне что-то нужно, я могу к нему обратиться, он может мне в этом помочь. Еще один человек, к которому всегда может обратиться Федор Кудряшов, как, впрочем, и этот человек обращается к Федору, это еще один друг с детства, Иван Марковцев. Давайте мы с ним тоже пообщаемся. Алло. Ванечка, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Вот уж кого я никак не давным-давно уже не слышала, я уж не говорю про то, что не видела, это тебя. Очень рада. Да, согласен. Такой возможности. Иван, как давно виделись с Федором? После предыдущих сборной, перед тем, как он в Турцию полетел. Как считаете, медные трубы не испортили парня? Нет, ни в коем случае. Он все такой же. А о чем в детстве мечтали? Наверное, не ходили или с какими-то секретиками друг с другом? Планами? У Федора, да. У Федора были планы играть. Он очень хотел поиграть за Милан. Это его был любимый клуб одно время. А в России, да, в России он хотел поехать изначально в Спартак. Ну, все, как он хотел, так и получилось. А у девчонок пользовался успехом? Или вот кроме Насти, ты никого никогда не замечал? Нет, конечно, были девушки, которые на Федора смотрели. А Федор как на них смотрел? Ну, на тот момент это был такой 10-й, 9-й, 11-й класс. В этом плане Шетя был, на самом деле, скромным человеком. Ваня очень тщательно выбирает слова. Ну, это правильно, правильно. Потому что, говоря о друге, всегда нужно понимать, как это может соопнуться и как это может воспринять сам друг. Правильно? Иван, скажите, пожалуйста, ваши нынешние встречи, ваши нынешние разговоры, это только за футбол или за жизнь, за политику? Что вас еще сейчас объединяет, кроме обсуждения каких-то последних, скажем так, новостей про карьеру Федора? О футболе мы стараемся не разговаривать. То есть это буквально там занимает 2 минуты, наверное, 3 минут максимум нашей встречи. Разговаривать с футболистом о футболе, не знаю, это все равно, что со мной разговаривать, о моей работе, вне работы. Поэтому мы стараемся воздержаться. То есть он просто может мне рассказать, как он съездил на сборы, либо какие условия в Турции и все. На этом разговор про футбол у нас заканчивается. А про что начинается? Разговариваем про наших родителей. У меня папа, наверное, переживает до него так же, как и за меня. Ну что, Иван, будете смотреть Евро, болеть за Федора? Да, конечно. Я стараюсь матчи не пропускать с участием Федора. Тем более, когда сборная играет, естественно, я матчи смотрю. Друг детства Федора Кудряшова, Иван Марковцев был у нас в эфире. Иван, спасибо огромное. Спасибо, Ванечка. Спасибо. Всего хорошего тебе. И вам хорошего дня. Мама знает все. Цитата Федора Кудряшова. Я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. У него всегда получалось соответствовать этому принципу? Или были все-таки моменты, когда приходилось переступать через себя ради финансового благополучия? Я не знаю, какие он контракты заключает, на какую сумму. Мы никогда об этом не разговариваем. Я могу судить. Вот заключение контракта последнего с «Анталия спор». Для него важнее была игровая практика. И вот, наверное, он это в договоре оговаривал. Он действительно играл каждую игру. И важно это было, опять, с точки зрения полезности сборной. Альфия Рафхатовна, Федор, по его же словам, стал сейчас активно вкладывать в себя. Стал много читать, что-то новое изучать, потому что знает, что футбольная карьера короткая и вот думает, чем заниматься дальше. А вы как думаете, чем он будет заниматься после футбольной карьеры? Я не знаю. Судя по тому, что он читает по психологии, по бизнесу, по финансам, может быть, что-то с бизнесом будет связано. Хотя я вот не уверена. Наверное, из него вышел бы неплохой комментатор. Ну, до окончания карьеры Федора Кудряшова есть еще время. Есть еще важнейшие события, через которые надо пройти достойно. Как минимум, чемпионат Европы, который уже стартовал. И напомню, сегодня наша сборная играет с Бельгией. Сейчас у нас в программе небольшой перерыв и будем выходить на последний тайм. Мама знает все на Авторадио. Вы слушаете программу «Мама знает все», подготовленную при содействии Российского футбольного союза и при поддержке «Газпромбанка». Мы в Красноярске. В гостях у мамы игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова. Альфеи Рафхатовны Кудряшовой. Мои родители, моя семья и это мое сокровище. Вы же наверняка читали этот пост вашего сына в социальных сетях. Да, читала, конечно. А ему проще такие признания делать заочно или глядя в глаза? Вам лично. Он тоже это часто говорит. Вы знаете, конечно, чаще он это говорит через соцсети. Когда мы разговариваем по телефону, он, в общем-то, не стесняется, может сказать «люблю тебя». Мне кажется, когда ребенок, вот я по Федору слушаю, когда и по дочери, когда у них есть уже свои семьи и есть свои дети, и у них уже происходит какой-то, может, пересмотр каких-то отношений, может быть, и своих родителей. Да, сейчас как-то это особенно тепло ощущается. Знаете, сложно еще при этом сочетать с теми очень серьезными физическими нагрузками, которые он переживает. И вот сколько еще времени нужно найти, чтобы и для семьи, и для родителей. Опять-таки, вот хочу эту тему с вами обсудить. График его тренировок. Ведь говорят, он тренируется даже больше, чем, например, настаивает тренер. У него есть своя система тренировок, которая у него согласована со специалистами. У него же есть персональный тренер, да? Персональный тренер, да. Есть персональные тренировки. Это каждый день. Говорят, даже сами тренеры, его основные, ему заявляют, что он много тренируется. Ну, возможно. А так всегда было вот с детства? Вот с таким фанатизмом? Да, да. Ну, наверное, просто сейчас он понимает, насколько важно ему быть в форме. С этим это связано. Как вы думаете, это это качество выделяло его на фоне других мальчишек и вот позволило выстроить такую классную карьеру? Ну, наверное, это тоже имело значение. Потому что всегда же труд, да? Вот говорят труд. Трюстремленно. Да, да, да. Трудолюбие, оно имеет очень большое значение. Потому что без труда не сделаешь ничего. Есть возможность поговорить на эту тему с уникальным человеком. У нас на связи советский футболист, знаменитый спартаковский полузащитник Сергей Шавло. Человек, который нашел в свое время Федора Кудряшова для Спартака. Сергей Дмитриевич, я вас тоже приветствую. Скажите, пожалуйста, Сергей Дмитриевич, сколько вам нужно было посмотреть игр с участием Федора, чтобы понять, что этого надо брать? Или вы с одной игры уже поняли, что готовый кадр? Ну, я сразу, в принципе, первую игру посмотрел, я взял его на заметку, потом еще пару игр посмотрел. Но первое, чем Федор отличался, это неимоверный характер. В дальнейшем определилось так, что родители, спасибо им, воспитали сына очень хорошо, потому что он, естественно, оторван был от дома родного. Было тяжело ему, я видел, но постепенно он привык, вот, и мы его здесь хорошо приняли, что ребята тепло относились к нему, тем более, поменялся молодежный состав. Вот, и Федор хорошо влился, и после этого уже стал полноценным игроком спартака. Но потом, конечно, трудности были, Федору пришлось, тренеры менялись, пришлось Федору покинуть спартак, но еще раз говорит о его характере, он через другие команды прошел, и во всех командах он был одним из лидеров в обороне, и поэтому он дошел до сборной. Сейчас, можно сказать, не удалось выловить золотую рыбку. Как вы уже сказали, что вот, когда он переехал в Москву, ему было достаточно сложно, и девушку редко видела, она редко к нему приезжала. Как вы ему помогали привыкнуть к Москве, как адаптироваться ему помогали? Естественно, когда ты оторвана дома в 17 лет, в таком возрасте это всегда сложно, тем более ты один, и пока не прошло время, когда Федор познакомился с ребятами, уже начал, там в гости друг к другу ходили, в принципе, дублирующий состав ребят, которые жили в Академии, им была предоставлена культурная программа, они посещали различные заведения, то есть, которые там, кинотеатры, выставки, музеи. Я просто сам прошел так, я в 17 лет уехал с Украины в Латвию, учился в институте, такая же у меня была фактически судьба, я начинал в 2-й лиге в Граугове, потом перешел в Спартак, я в 20,5 лет пришел в Спартак, и тоже у меня в принципе так складывалась судьба, что мне надо было отбоевывать место, когда Спартак оказался в 1-й лиге, и менялся состав, и Константин Иванович внедрял новых игроков, такая же мы прошли такую же историю, мне это знакомо, я поэтому знал, что надо брать человека с характером, чтобы он не ныл, знал цели, мы его ориентировали на это, тем более дефицит защитников был всегда у нас, даже сегодня в сборной. Спасибо вам большое, спасибо огромное, звучатель нашей программе, легендарный советский футболист, замечательный человек Сергей Дмитриевич Шабло был у нас в эфире, всего доброго, удачи. Всем привет, спасибо. Мама знает все. Альфия Рафхатовна, вот такое ощущение, что, наверное, вот сейчас с появлением Сергея Дмитриевича в программе вы как будто бы в прошлое вернулись, да, вот в тот момент, когда для Федора только-только замаячили столичные перспективы. Вспоминается все это заново, да? Заново, да. Приезд в Шабло, отбор, и вот то, что скоро сыну езжать. Для Федора Кудряшова сборная это вообще отдельная тема, я правильно понимаю? Да. Он говорит, что сборная это огромная честь. Он же реально мечтал попасть на евро этим летом. Да. А как может быть иначе? Сборная это действительно очень большая честь. Поэтому тут даже обсуждать мне кажется нечего. Как вы считаете, вот работа в Турции перед чемпионатом пошла на пользу? Я думаю, что да. А вообще, как ему страна? Как ему там в Анталии жилось? Доволен этим периодом в своей карьере и в плане общения, в плане знакомства со страной. И футбол там немножко другой, более быстрый, такой более техничный. Интенсивность там очень большая, игр. Потому что если у нас, например, раз в неделю игра в чемпионате российском, а там они могли играть через каждые три дня. А вот вновь по поводу чемпионата. Федор ведь даже прогнозы делал и поставил целью сборной на Евро-2020 выход в полуфинал. И тут посыпалось кучу комментариев, типа, куда ты замахнулся? А как вы считаете, вообще надо ставить эти высокие цели? Я считаю, что цели нужно ставить. И эти цели должны быть большими. Об этом сейчас очень много говорят. Без большой цели нет движения вперед. Вот. Какой смысл ставить ее на маленькую перспективу? А вот большую цель ее можно разбить на маленькие шаги. Я поддерживаю сына. А Федору вы никогда не говорили, Федя, поменьше делай заявлений публичных. Тебе же периодически за них прилетает. Ведь было же такое у него, за его комментарии, за его прогнозы, за то, что он кого-то лентяем назвал, тоже была история. Нет, я ему об этом никогда не говорю. Я не считаю, что он делает много заявлений, делает их ровно столько, сколько нужно. Но а свои какие-то ляпы, да, и недопонимания, которые возникают в результате его каких-то слов, он сам их исправляет. Мы обсуждаем эти проблемы иногда, вот в связи с последними его заявлениями по поводу лентяя. Вот там, конечно, особенности перевода. Напомню, что он одноклубнику Луку Соподольским, да, да, да. Опосредованно ему сказал, что он парень замечательный, но лентяй. Ну, он сказал это с юмором, но не все товарищи, которые за рубежом поняли этот русский юмор. Это понимают, да. То есть, это наш богатый русский язык, богатый, могучий русский язык. Петр Кудряшова, начиная с 2016 года, в разных изданиях называет то главным, то основным, то ведущим игроком сборной России при Станиславе Черчесове. Тяжела такая ноша. Ответственность здесь большая. Ну, да, ответственность большая. Как, наверное, у любого тренера или как у любого там руководителя каким-то подразделением, всегда есть тот костяк людей, на которых он ну, как бы полагается, которым он доверяет. Ну, возможно, Федор один из них. Такое впечатление, если складывается. Я не вижу в этом ничего плохого. Спасибо вам большое, что пришли к нам в программу. Вышел, мне кажется, очень душевный разговор. Спасибо вам огромное за предоставленную возможность. Альфия Рафхатовна Кудряшова, мама футболиста сборной России Федора Кудряшова была у нас в программе. «Мама, которая знает все». Переслушайте этот выпуск, друзья. И предыдущие выпуски программы «Мама знает все» вы можете на сайте авторадио.ру и на всех подкаст-платформах. На этом мы с вами прощаемся ровно на неделю. До свидания. Счастливо. Самые близкие и важные в жизни люди «Мамы» помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама» знает все. «Мама»